Да-да, историческая программа, сделанная в Вятке, снова в эфире на часах 13.06. Меня зовут Владимир Сметалин. Я приветствую вас и приветствую гостя нашей студии. Это Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ретро-клуба. Евгений Альбертович, спасибо, что снова с нами. Да, здравствуйте. И мы здесь вместе. Видеть в студии. Сегодня мы возьмем одну из наших, наверное, любимых тем, тему автомобилей. И вы этим живете, и болеете, и я тоже, так мягко говоря, неравнодушен к данной тематике. Автомобилизация Вятки и Кирова. С самого начала мы начнем, намного-много десятилетий унемся назад. Но тут конкретный повод есть об этом поговорить. Буквально через неделю будет праздноваться Всемирный день автомобиля. Всемирный день автомобиля. Или его еще называют День рождения автомобиля. День рождения автомобиля. Это связано с событиями 1886 года. 29 января того года немец Карл Бенц, небезызвестный, запатентовал свой самый первый автомобиль. Давайте вспомним, что это был за автомобиль. Я нашел эту информацию, соответственно. Там история темная, но про Бенца можно. Да, ну вот как. Это был трехколесный автомобиль весом 250 килограммов. Рассчитан он был на двух человек. Что касается двигателя. Четырехтактный уже, кстати, двигатель в то время был бензиновый, с водяным охлаждением. Что такое ноу-хау. Мощность, правда, была его смехотворная. Всего лишь 900 кубических сантиметров. Ой, простите, я об объеме говорю. Мощность? Одна лошадиная сила. Ну, практически. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную передачу. И две цепные. Скорость максимальная 16 километров в час. Вот что сотворил Бенц в 1886 году. И 29 января все это дело запатентовал. Но считается, что... Не то чтобы считается, это действительно факт. До сих пор всего было три таких автомобиля сделано. Два из них были утрачены. Непонятно, по каким причинам. А вот один находится в музее в Мюнхене. И даже говорят, его можно завести. Но не заводят, потому что слишком уж ценный экспонент. Говорят, что на этом варианте... Ну, у меня предложение. Если у нас на Вятку сумели из железа сделать макет автомобиля Итала, который на Спаске стоит, то если второй этап это поднапрячься, я думаю, копию первого авто вполне бенцовскую можно сделать и даже запустить. А уже, раз Бог любит Троицу, то третьим шагом запустить первый автомобиль Козьмы Лаптева, который уже стоят 10 лет назад. В 1906 году. В 1906 году, да, прокатился. Я думаю, все это еще впереди. Ну, кстати, на этот первый запатентованный Бенцем автомобиль там тоже негативный отклик был. Вот один в один та же ситуация, что у нас в Вятке была. Когда Козьма выехал, ДТП сразу их было устроено. Лошади шарахали. Так, обоз с рыбой. Лошади шарахались от этой самоходной коляски. И вот у Бенца в Германии тоже он там немало лошадей напугал. И вот общество немецкое. Вот, в виде ГИБДД на них не было. Негативно восприняло это. Кстати, насчет ГИБДД, вот по поводу Дня автомобиля. В пятницу у нас областное ГИБДД решило провести небольшое мероприятие или праздник, посвященный этой дате, с привлечением ретро-машин. Вот я участвую. Надеюсь, что пока еще подробностей не знаю. И насчет площадки буквально вот сегодня-завтра будет определено. Но я думаю, что население города будет проинформировано. В следующую пятницу? Да, в следующую. Во сколько начало планируется? Маленькое мероприятие, посвященное Всемирному дню автомобиля. Восколько еще пока не известно? Это я не знаю. Какой экспонат вы собираетесь представить? Я свое-то ничего не представлю, потому что у меня все-таки летний вариант. Лилис-кабриолет от РТА. Думаю, что что-нибудь сможем показать. Это ежегодное мероприятие, что-нибудь из того, что еще на ходу. Ну, давайте уже непосредственно перейдем к теме нашей сегодняшней программы автомобилизации нашего города. И, я так понимаю, мы оттолкнемся от конкретной даты. Мы такую обзорную передачу уже делали в прошлом году. Да, в прошлый раз у нас был рассказ вообще об автомобилях, о появлении первого авто, о развитии, о динами и по годам, точнее, по десятилетиям авто в целом. Сейчас же я хочу сделать акцент на транспорт общественный, на историю автобуса, историю такси, ну и спецтранспорта. Это пожарные машины, первые скорые, первые такси и, может быть, спецтехника. Если хватит времени, действительно, про авто я могу говорить бесконечно. Вот передо мной сейчас распечатка. Ну, это такая подсказка. Да, тезисы размером с хороший фолиант. Я надеюсь, что хотя бы часть я успею озвучить сегодня. Ну, стоит напомнить, что у вас же книжка есть, которая вышла в 2006 году. Можно второй, третий том, там столько информации. Каждый месяц буквально что-то новое находится. Ну, ладно, мы снимемся. Вот, представьте, сейчас зима. Сегодня у меня замерзли стекла на машине буквально трехмиллиметровым слоем льда. Ну, не только у вас. Наверное, у всех. На кануне столкнулись, да, автомобилисты с этим. И ехал, в принципе, улицы начинают чистить в городе. Вот, представьте, 17-й год, ну, даже не 17-й, начало 20-го века. Вот, чем вы думаете, чистили улицы? А их вообще чистили? Конечно, конечно. Волокушку, волокушку, как вы говорите, тащите. Да, вот, действительно, были лошади, здоровенные битюги, иногда тройка лошадей за другом цугом, и иногда шесть было здоровенных к ней, и из бревен было специальное устройство в виде клина или уголка. И вот лошади тянули, этот клин раздвигал снег на обочине, и таким образом чистили дороги. Но в результате проезжая часть все равно получалась очень широкая, не широкая такая. Ну, все-таки, если... Разъехаться можно было? Несколько раз там извозчики, ломовые и пассажирские приезжали, кстати, извозчики, и основной транспорт был навят до появления. До массового появления автомобилей, сейчас уже забывают, что они делились на две категории. Это извозчики и легковые, были пассажирские извозчики и ломовые, которые выполняли функции грузовых автомобилей. Вот, если представить, вот они бесконечной чередой, эти ломовые извозчики, и они везли грузы с барыш, с пароходов, которые разгружались под нашим разделихинским спуском, и вот по этой улице, в эту гору, в ледное лошадь, и они тянули и тянули, вот бесконечно. Так что нужно было и для перевозки людей, и для перевозки товаров, все равно улицы чистили. Конечно, была массовая армия дворников, которая у домов, магазинов, офисов, которые назывались конторы в то время, вот. Но, тем не менее, уже в конце 19-го, начало 20-го века в городе возникла проблема массовой перевозки людей, потому что, если представить, вот, например, рабочим утром надо на заводы Долгушина или Лаптева, это вот на улицу Заводскую, а живут они, предположим, в районе Центрального рынка или в Вересниках, или там на пивзавод Шнейдеру, и все-таки надо о пяти утра попадать на работу и уезжать там, или, например, на машзавод, тоже расстояние немаленькое. Поэтому возникло, все-таки рабочий класс появлялся, люди в одно время массово приходили куда-то вот на заводы, которые были далеко не в центре города. И потому в 1908 году ряд купцов, ряд их обратились в городскую думу с предложением о постройке в городе Омки, то есть Омного трамвая или Омнибуса. Были варианты рельсовые либо безрельсовые, вот, тем не менее, это все-таки помогло бы, пожалуй, у нас перемещению масс. Но Дума сочла проект утопическим, и поэтому, ну, видимо, то, что затраты ездить не будут, у нас народ вязкий, консервативный, будут пешком по колено в снегу ходить по темноте туда и обратно. Ну, вот по каким-то причинам и решили. Тем не менее, нашлась в дальнейшем уже где-то через год такая очень предприимчивая дама по фамилии Пикарская, которая все-таки запустила Омнибус в нашем городе. Трудно представить Омнибус. У меня почему-то, вот, наверное, все представление сбил последний ужастик Тарантино. Это омерзительная восьмерка. Я не смотрю. Вот жаль, вот там такой примерно конный эпаж был. Я думаю, что примерно, может быть, люди были лучше, чем в этом фильме, но транспорт был такой. Ну, почему-то у нас... Ну, это коробка, большая коробка. Большая карета. Карета. У нее только крыша, собственно, есть. А может быть, даже крыша есть. Крыша еще место называлось Империал. То есть там тоже были места для сидения. Иногда в Омнибусах устраивали два этажа. Билет стоил дешевле. И люди обычно вот в странах Запада, там курящие сигарами и прочее, кто хотел посмотреть на достопримечательности, они залезали наверх, на Империалы, остальные. И да, мы ехали на первом ярусе. Может быть, у нас и такое. Но я думаю... Все это запрягалось с лошадьми. Попроще, попроще. Лошади тянули. Трудно, не осталось ни на фотографиях Лобовикова, нигде нашего первого Омнибуса. Владелица этой транспортной конторы, госпожа Пикарс, обанкротилась в 1910 году и продала все креты свои. Значит, не одна была, значит, все это и несколько. Вот решать проблему перевозки пассажиров по городу пришлось уже новой советской власти, начиная с 1917 года, то есть... То есть, до революции уже замерло, замерло? Замерло сто лет назад. Первое десятилетие, конечно, было не до того. Там, видимо, были другие задачи, другие проблемы, поэтому вернулись у нас пассажирским автоперевозкам. Задумались о том, чтобы массово перевозить людей? Да. Задумались через 10 лет. Только 13 октября 1927 года на странице газеты «Вятская правда» появилось сообщение о том, что Вятская почтовая контора организует на свободных от перевозки почты автомобилях проезд пассажиров по улицам города. Ну, было не маршрут... Автомобили, как же, да? Это были маленькие автобусы, причем они были, скорее всего, не нашего, не советского естественного производства. Это «Форды» и это другие, которые развозили почту. А каким образом они сюда попали? В почтовую контору это была очень мощная структура почты. Это закупали за рубежом? Не зря же в первую очередь брали почту, телеграф, телефон. Закупали за рубежом, да? Закупали почтовое сообщение. Почту утром развезли, вечером развезли. Остальное время очень грамотно развозили людей. Маршруты начинались от нынешней улицы Роза-Люксембург и заканчивались у железнодорожных вокзалах, то есть на станции Ирфа-1, Ирфа-2. Стоимость проезда одного человека была 15 капеек от станции до станции. Вот, остановки были на перекрестках улиц. На перекрестках? На перекрестках? Специально оборудованных остановок не было? Да нет, конечно. Вот, опять же, об этих первых автобусах мало чего известно. Только что они были, естественно, не нашего производства запчастей. И не было и сервиса соответствующего тоже. И быстро все это у нас ушло в небытие. А горючее, интересно? Горючее, но были у нас, конечно, я не назову, что это были заправочные станции или даже бензоколон. И а горючее очень интересно разливали. Разливали в мерную стеклянную тару. Стеклянную? В стеклянную, да. А из этой тары уже разливали вручную в автомобиле. Вот это первые заправки были. А потом уже появились уже в 30-е годы ручные клонки, где вот доподобие пистолета на шланге всовывалось у автомобиля, и человек вручную ручкой такой насос качал. Вот первая, одна из первых заправок была возле оврага на перекрестках улицы Герцена и Ленина нынешних. Ну вот, а я вернусь к автобусам. И регулярное движение пассажирских автобусов Вятка началось еще почти через, ну не через 10, там через 8 лет, только 1 мая 1934 года. Вот. И в первый год я бы не сказал, что это было массовое что-то. До января 1935 года на улице у нас в Вятке выходили всего лишь 3 автобуса. Ну, я напомню, опять же, отсыл сделан одной из предыдущих передач, что Вятка в ту пору до 1935 года была всего лишь райцентром, и для обычного советского райцентра 3 автобуса на весь город. Это считалось вполне райцентром, вполне норма. Горьковского края, Лежгородского. Интересные данные, что личный состав автопарка состоял из 16 шоферов. Это уже когда 8 автобусов появилось, вот впоследствии. Да, видимо, город стал снова у нас областным центром. Автопарк был 16 водителей автобусов. Из них 4 водителя имели вторую категорию, 12 человек, третью. Вот эти, кстати, категории. Что это значит? Видимо, это сохранялось у нас до конца 80-х. Были права первого класса, второго даже был мастер такое вождения. И третьего. Третье, это любительские. А, например, в пожарную службу, в скорую помощь брали водители исключительно первого класса. Вот сейчас вот эта классификация у нас уже забыта, но, тем не менее, на мой взгляд, не мешало бы, пожалуй, снова вести. Но первые автобусы мы, по-моему, освещали, да, как они выглядели? Да, примерно. Если вспомнить, если уж так визуально представить, проще всего вспомнить иное место встречи, изменить нельзя и знаменитый Фердинанд. Вот примерно вот таким же образом... Фанерный, да, эти? Фанерный. Деревянный кузов? Да, даже здесь, если грузови и на базе же были там ЗИС или ОМО, и приходили шасси, и в Ирове, у старых мастерских делали деревянные кузова для автобусов. Вот первое время было два маршрута. Первый станция Иров и до Кушо, то есть завода Лепси нынешний, выходил по улице Арла Маркса, и второй, опять же, со станции Иров, ходил по улице Ленина до кожзавода в берегового района, то есть улица Заводской. Об Октябрьском проспекте еще речи не идет. Да какой там. У нас цивилизация за Арла Маркса уже завершалась, а дальше уже были пригороды. Октябрьский гораздо позже уже отстроился. Ну, мы дойдем сейчас немножко. Ну, зато Айфрия была вот уже к 40-му году, вот областная пресса писала, я процитирую, на центральных улицах города Ирова большое движение, это в 40-м году писала местная газета, тротуары полны народом, непрерывно идут грузовые машины с товарами, проходят пассажиры с автобусы, со свистом проносятся ЭМОЧ и ЗИСы. Это движение начинается с раннего утра и кончается оно поздним ночным сумраком. Ну, вот я вот не сомневаюсь, по-моему, в 40-м году проезд любой машины по городу, это было уже событие, то есть ей смотрели вслед, а дети бежали, бежали, зимой пытались прицепиться. Ну, это ладно, это так. В общем, мне тоже кажется, что... Пропаганда и пропаганда. Но за этим... Нынешний ночной Киров, это далеко не подвижение, это далеко не длительное. Конечно, и дальше опровержение, что за этим радужно пропагандист, ими скрывались множество проблем. Например, автобусное движение было крайне нестабильным, то есть у нас, видимо, традиции продолжаются, всегда ругают наше автобусное движение, а вот оно сразу нестабильнее. Вот, вместо хорошего автобуса выдали неисправно, жаловались жители по поводу организации перевозок из поселка Минтерна до Слободы-Дым-Вода, и тот ходит раз в семидневку. В дождь он совсем не курсирует, и в хорошую погоду тоже появляется редко. Ну и еще письмо было, жалоба, довоенная жалоба по поводу сообщения с лесозаводом, нынче это нововиация, лесокомбинат. Автобус день ходит, а два нет. Пассажиры на остановке простаивают по 6-8 часов. Ну, героизм... Сколько 6-8 часов? Да, вот. Боже мой, раз в неделю, что опоздание на работу в предвоенные годы, пусть и по вине транспорта, было чревато очень большими последствиями. Это все 40-е, еще предвоенное время. Ну, думаете, вот что-то сразу поменялось? Я не знаю, у нас были, конечно, и хорошие автобусы в разные времена, но если мы из 40-х переместимся в 60-е, где, то есть, был самый оригинальный автобус у нас появился в 60-е, в 50-х, в конце в 60-х, это ЛИАЗ-158 с алюминиевым узовом. У меня когда-то была статья, я назвал ее 58-я статья за 158-й автобус. Подразумевалось, что 58-я там был пункт от вредительства, и то есть, вполне можно было применить разработчикам этого автобуса статью вредительства. Вот что писали про этот автобус. В снежные дни люди старались не садиться в автобус 158-й, так рисковали выйти оттуда, насквозь промокшими. Верхние потолочные иллюминаторы очень легко пропускают воду. На не очень уж крутом подъеме пешеходы легко обгоняют автобусы ЗИЛ-158. Мы подсчитали количество переключений страстей, которые вынужден производить водитель в течение смены, в среднем 3500 переключений. И водители до сих пор вспоминают, что у тех автобусов с трудом включались передачи, не хватало жесткости, вечно извиняли стекла и оконная рама. А я вот вспоминаю, что раньше где-нибудь зима, улицы вроде прибраны, а снегом солью, может быть, и не посыпали. И вот этот несчастный автобус, 158-й ЗИЛ, позже ЛЯЗ назывался, он ходил по шестому маршруту и сворачивал возле Октября по улице Молодой Гвардии. И вот этот автобус, даже он не полностью загружен, он пытается, пытается, а велика ли там горка. Ну да, представьте, вот от Карла Маркса по Молодой Гвардии подниматься вверх, в сторону... Да, ехал со стороны, со стороны Утара, вот, да, и пытается туда в горку. Вот у него мощности не хватает, он едва-едва ползет. Действительно, пешеходы обгоняют, и он второй сползает обратно. Сейчас вот не представить, он снова ползет-ползет, опять не может, и поэтому водитель, видимо, объявляет, что, а, ну и бог с ним, поехали по другому маршруту, едет по маршруту четверки, и то есть Доворовского, и дальше вот Поворовского, в сторону ЦУМа. Это уже готовый год, мы сейчас? Это какой год? Это 60-е, даже начало 70-х. Ну, как известно, сейчас общественный транспорт в Молодой Гвардии. Ну, ладно, ладно, хватит о плохом. Сейчас мы вспомним и хорошие автобусы. Вот были настоящие 70-е, появились настоящие рейсера городских улиц. Был мой любимый автобус. Это ЛАЗ. Был такой, который был с закругленными формами. Еще сторожилы помнят, что сзади был такой характерный раструп в воздухозаборном. Вот. И были голубые или дымчатые окна на потолке, вдоль крыши, через которые так романтично было рассматривать бегущие по небу облака. Это и Львовские автобусы курсировали по четвертому маршруту. И в пригороде, и автобус может быть смело занесен в энго рекорда в Гиннесе. Эта модель продержалась на конвейере 46 лет, поставив абсолютный рекорд по продолжительности производства. А чем он, собственно, так полюбился? Красивый. Красивый, надежный. Он шумный был только сзади, потому что двигатель располагался для удобства водителя в задней части. Поэтому люди, которые сидели на длинном заднем сиденье, зимой было хорошо, это подогревалось, а летом было как бы и не очень. А во всем остальном это был плавный, мягкий, бесшумный автобус, который у нас любили. И еще о самых забавных, самых долгожителей у нас был такой, это 677-й Лиас, известный в народе под названием Статовоз. Это оранжевые автобусы. Еще недавно я видел где-то за улицей производственной, там была целая площадь этих автобусов. К сожалению, все сданы на металлолом, ни одного не осталось. И очень жаль, потому что, в принципе, самому долгожителю Лиасских маршрутов надо было бы поставить памятник. Но никто этим делом не занялся. А эти автобусы, они, тем не менее, работали с начала 70-х и до конца 90-х, то есть более чем четверть века. И практически не менялось. Я вот сегодня даже в нашем городе, наверное, не найти человека, который бы хоть бы раз не проехался на этом автобусе. И вот и хоть АТООЗ, но тем не менее... Ну, люди, родившиеся на лобежи 90-х, двухтысячных уже не успели поедать. И еще про наши автобусы. Вот помните, что такое было в городе операция-ампутация? Не помните. Не в курсе. Вот. У нас, в принципе, первые автобусы появились еще в 80-е годы, потом в 90-е. Но самый большой завоз где-то был у нас в конце 20-го века. Из Литвы прибыли первые 20 карусов. Видимо, были они бэушные, куплены были за счет кредитов Вятка банка. И на улице города они появились примерно в 2000-м году. А, ну это по-моему. Вот. Из Литвы их поперли. Почему? А потому что они уже не удовлетворяли логическим нормам европейские. И поэтому, видимо, Вятка купила этот секонд. Оранжевый, да, оранжевый. Писала газета местная. Братский народ старается избавиться от них, продавая по бросовым ценам от 4 до 5 тысяч долларов. В то время новый автобус стоит 120 тысяч. Ну, это доллар, видимо, еще тех времен. А операции ампутации? Машины были старые. Самый старый АРУС пришел 11-летний, самый молодой 5-летний был. Операция ампутации это о чем? Если кто помнит эти АРУСы, то они были сочлененные. Гармошки? Гармошки, да. Гармошки так называют. И эти гармошки, они плохо отапливались. Но я думаю, что все, особенно ребятня, они с удовольствием ездили на этом поворотном круге, ходили по городским маршрутам. И я бы сказал, что они не пустовали, всегда были переполнены, опаны у них были замерзшие. Но гармошки эти стали рваться. Они долго не прослужили, поэтому кто-то еще может помнит, что грубо зашитые нитками резиновые гофры с дырами даже были там снег. В нашем суровом киринском климате. И АРУСы думали, что все-таки лет 5 прослужат, но так как уже в 2004 году началась массовая ампутация гармошек. Вот вначале попробовали на трех автобусах, заделали, и в принципе они ездили, никто даже и не замечал, а потом как-то раз и исчезли. Но тем не менее, что вот эти АРУСы, это была страница нашей истории, но я не думаю, что уже им надо было построить памятник. Вот еще, конечно, был жест, это были американские автобусы, но это был такой незначительный эпизод. Это были совсем старые, я уж не знаю, где их взяла у нас городская администрация, но одно время ходили такие оригинальные, очень-очень пожилые иномарки. Но, естественно, без запчастей, без сервиса, они, может быть, год-два-три прослужили и исчезли. Ну, да, понятное дело, нет запчастей, скоро перестали. АРУСы были, были, были. Давайте сейчас прервемся, Евгений Альбертич, реклама, перейдем к более легкому транспорту. Скоро продолжим. Продолжается программа, сделанная в Вятке, Евгений Питунин, историк-корректор, руководитель музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ретроклуба. Мы вспоминаем сегодня старые добрые лиминасы, ностальгии, историю развития общественного транспорта в нашем городе. Он сейчас в перерыве вспоминал свои детские годы. Я вспоминал 80-е, когда мы ребятнёй бегали встречать рейсовый автобус. Это был знаменитый оранжевый базик с окнами, с дверчатыми стёклами. Это было большое явление в нашей жизни тогда, много лет назад. Мы с автобусами, наверное, завершаем, да? Да, давайте по другому транспорту. В общем, извозчиками начали появляться и такси. Всё-таки тоже немаловажную роль играли. И недавно я почитал записки на каком-то сайте об истории токсинов, конечно, там уже были. Именно у нас, в нашем городе? У нас, в Ирове, там пытались историю. Но, видимо, взяли только в 60-е годы. На самом деле всё начиналось гораздо раньше. Но до революции этой темы не было? Как не было. Ещё осенью 910 года в Вятскую городскую думу поступает заявление от механик телеграфа. Железной дороги не кто заушит сын с просьбой устройства перевоз и пассажиров, и грузов на автомобиле. Эмиссия, я думаю, пришла к выводу, что это и перевоз, и возможный только по замощённым улицам со скоростью не более 12 верст в час. Причём автомобиль должен был быть оборудован звуковыми и световыми сигналами. А водитель, интересно, не старше 21 года? Не старше? Не старше. Или не моложе всего? Не старше. Не старше. Ну, автор идеи заушиться тяжело заболел, выехал для лечения в Петербург и обратно не вернулся. Ну, вот появление такси было отложено. Кстати, лет на 20. Кстати, я читал, там же какой-то сбор был с таксистов в пользу извозчиков за то, что они конкуренцию им составляют. Нет, были, но, видимо, у нас всё-таки первые такси появились при НЭПе в 20-е годы. Я думаю, что списанные из советских органов от этого анфискованные, реквизированные купеческие автомобили были развалены, разбиты, списаны. Но вот находились умельцы, которые, подобно Адаму Озлевичу, восстанавливали, делали свою антилопу. Ну, естественно, могли на этом зарабатывать. То есть, мне кажется, что ничуть у нас и публика не отличалась от тех, которые приводили в бешенство Адама Озлевича, что ездили. Он говорил, что вот купить будете песни петь, будете голые, при луне танцевать будете. Интересно, возили ли у нас ночами совслужащих в Заречный парк на ТЭПе? Не думая, что возили. А кому возить было? В 20-е годы появились первые частные авто. Один из автомобилей принадлежал шоферу Верещагину, который занимался частным извозом. Стоянка, это такси было на улице Ленина и Комуны, напротив гостиницы, ну, в здании. Ну, нет, центральная гостиница. Да, сейчас, где поликлиник, номер один, и все. А с 2026 года появилось еще одно такси на четыре пассажира, принадлежащие водителю Дубровину. В местной газете сообщалось, прокатный автомобиль, стоянка, угол улиц Ленина и Дрилевского транспортировать с 9 часов утра до 12 часов ночи ежедневно. Срочная подача автомобиля по заказам на станцию для проезжающих с утренними и вечерними поездами по самым общедоступным ценам. Выгоднее извозчика. Ну, бензин, видимо, был дешевле овса. Но в любом случае было дороже, чем пользоваться. Ну, с места стоянки, например, от Ленина, там, и Дрилевского, до станции, вятка один, 4 рубля с 4-х человек и обратно, так же, это рубль среди необходимо входилось. Вперед и обратно от места стоян, то есть, видимо, от стоян и съездить на вокзал, встретить там, вот, а с багажом привезти обратно, это 7 рублей. Катание по городу 4-х человек, 1 час 10 рублей, то есть, вот, было такое, видимо, что можно было и просто покататься на машине, это же было по тем временам. С заказами всех уважаемых клиентов просят обращаться улица Троцкого, вот, это улица Большой Орбан, улица Троцкого, дом 64, квартира 6, шоферу Дубровину. Очень интересно, вот, но я так и не сумел установить, вот, ну, какой марк и был этот автомобиль, конечно, не описано, может быть, там, из разных марок народный умелец собрал. Ну, и, видимо, с угаром НЭПа, с ликвидацией частных магазинов и прочее, конечно, этот бизнес закончился. Изучки наверняка платили какие-то сборы, какие-то налоги в городское указание. Ну, да. Отсчитывались? Вот, ритуал был такой, там, извозчик, там, если, да, вот, где-то на улице Николаевской, Ленина, снимайте, куда-нибудь надо ехать, вот, к примеру, на станцию, извозчик на вокзал, 15 ОПЕ, гривень, дурак, поехали. Не знаю, с таксистом можно ли было таким образом, но, наверное, все-таки уважали технику, раз уж могли. Но в 20-е годы это все еще сосуществовало с... Таксистово, она же черный вором. Вот. Газета писала, что с сентября 1938 года от гостиницы Центральная до зала Иров начали пассировать такси. Ну, это было до войны, в войну машины ушли на фронт, но уже зеленый огонек появился на улицах после обмечания войны. Зеленый огонек, есть у меня воспоминания... Давайте напомним, это означает, что такси свободен. Что такси свободен, это впервые появилось на автомашинах Победа. Были такси серого цвета, светло-серого цвета, с шашечками, зеленым огоньком. Вот есть воспоминания такого старого таксиста-ветерана нашего автодвижения Михаила Усатого. Он вспоминал, что с 1947 года я начал работать на такси в Ирове. Таксопар размещался на улице Степана Халтурина 2. Там же было великое управление и депо. Это сейчас ГИЦДС находится, да? Это сейчас Пятниц 2, вот там раньше была редакция Советского края, а даже и сейчас, может, она там... Это практически перекресток Казанской и Пятницкой. Да, 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 в этом доме. Город приобрел 12 новинь их Побед. Это были очень роскошные по тем временам машины. Стоян располагалась напротив гостиницы. Пассажиров было множество, так как проезд стоил недорого. По старым деньгам не помню точно это, он говорит, но за илометр впоследствии брали 12 аппер, при том, что литр бензина стоил 10 аппер. То есть, все равно развозили... Тарсисты обожали развозить по домам посетителей после закрытия ресторана России. Это были очень щедрые люди. Вот, и мне кажется, что... Давай, держи. С 47-го года начал формироваться образ тарсисты. И на ряд, и они выглядели у нас примерно как и везде в России. Вот если этот типаж представить... То фуражка была? Да, вот если вспомнить фильм «Джентльмены удачи», как возил из Али этого мужика и растение какое-то. Кто же его посадит? Кто же его посадит? Вот, таксист у него. Толстый свитер, вязанный кожаная курт, желательно лётная и фуражка. Вот это, восьмиуголки кожаная. Вот, честно говоря... А, ещё этот... Кто заказывал такси на Дубровку, вот он примерно в таком же антураже был. Вот, честно говоря, я не помню у нас в Ирове таксистов фуражках. Вот, знаешь? В то время, в Советском. Зелёный огонёк, вот эти шашечки, эти массовые Волги, вначале 21-е, потом 24-е. Одно время были москвичи, это в 90-е годы привезли в наш государственный таксопарк. Ну, как и честно, они не выйдут, не выйдут. Они задолго гончались, их не было. Ну, вот я помню, были это ПДЖИ, тёмно-синее, у таксистов в Ирове, и был такой в виде крылыша, такой значок. И были недоступны такси, почему-то это, сейчас они гонялись, сейчас почему-то акценты сместились, сейчас таксисты гоняются за пассажирами. А во времена СССР пассажиры гонялись за таксистом, остановить было часто невозможно. И была знаменитая фраза, вы смеяли, родили, там, и всюду везде, еду в парк. То есть, он уже смотрел, если люди не выгодны, то не брали. Но я думаю, что это очень оптимистично, когда в кожаной куртке, в свитере у нас в Победе было очень холодно. Если зима была под 30, то сидели в ватных штанах. Но зато надёжно на этом танке можно было доехать. На Победе? Да. Но если улицы чистили, тяжёлая машина, но если улицы хорошо чистили, но если уж Победа сядет куда-то, то это мама не горит там. Ну вот. Вот такое было такси. И сейчас ещё у нас время есть. Да, Коль, пару минут просто. Ну, мы ещё чуть-чуть по скорой. Да, спецавтомобилем, да. Потому что так, вроде было подготовлено. В 26-м году была организована станция скорой помощи. Располагалась она возле театральной площади, где сейчас построен большой дом, где театральное. Вот там были такие одноэтажные строения. Там была скорая помощь. Грузовой транспорт появился в 34-м году на станции скорой помощи. Это была грузовая машина ГАЗ-А, которая была силами самой этой станции скорой помощи переоборудована под скорую помощь. И поэтому, если визуально её представить, то это взять фильм про скрепленницы. И вот этот приятель Шурик ездил на такой же машине. Это будет проклят тот день, когда ездил за баранку этого пылесоса. Это была такая... Единственная машина скорой помощи... Да, это была единственная. И выезжала только на травмы и на атестрофы. А так вот на извозчике снимали. Врачи и извозчики ездили туда. А ещё чуть-чуть о спецтранспорте. Это в 23-м году, в 22-м году появился первый пожарный автомобиль. Машина имела личное имя Полундра. Полундра. И была оборудована бензиномоторной пожарной трубой. А в 24-м году, имевшемуся автомобилю Полундра, прибавилось ещё три пожарных машины. Зиновьич. Зиновьич. Трубник Кропачев и Стволовой. Вот три машины были. Боевая готовность составляла от 15 до 25 секунд. Это, видимо, рукава размотать и приступить к тушению. Но тоже были большие проблемы с пожарными автомобилями, потому что они могли к месту пожара только по улицам приезжать. А часто были случаи, что... Не могли подобраться, да, непосредственно? Да. Даже проламывали мостовую, застревали. В это время дом горит. Таким образом тормозила наша дорожная сеть применения пожарных автомобилей. Ну, вот в основном был гужевой транспорт. Без лошадок. Всё-таки и не обходил. Поэтому он был надёжный зачастую. Ещё в Ировских правилах дорожного движения 1936 года приоритет давался гужевому транспорту, которые должны были иметь номерные знаки. И с 16-летнего возраста разрешали управлять лошадьми. Те же номера, не знаю, техосмотры проходили извозчик или нет, но номерные знаки были обязаны иметь. И вот таким образом всё начиналось. То есть, если посмотреть чуть-чуть на историю нашего автобуса-такси, то ничем мы не отличались от других городов, а в чём-то и превосходили. Судя по тому, насколько мне известно, где-нибудь в Остроме или в Ярославле гораздо хуже всё происходило. Города эти разбросаны территориально, были у нас всё-таки компактнее. И то, к чему пришли, это, в принципе, всё естественно. А что будет, ну вот, дожили до 17-го года, ещё, может, лет 30 проживём, посмотрим, что у нас случится. Хорошо. Завершается на этом программа «Сделанная ветка» и «История общественного транспорта» сегодня в нашем городе. Мы осветили. Спасибо Евгении Питуриным, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВИАТГУ, президент ВИАТСКОГО клуба. До новых встреч в Евгении. Добрый день. Всего доброго. Да, всем спасибо, что слушали.